Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала! Сегодня мы с вами постараемся разобрать немного сложную тему, то есть каналы височной кости. Сложность темы заключается в том, что височная кость является целостной костью, и увидеть каналы, которые проходят через нее, практически невозможно. Для решения этой задачи мы воспользуемся 3D-моделью височной кости. Надеюсь, после сегодняшнего урока вы намного лучше поймете эту тему. Приятного просмотра! Итак, первый канал, который мы разберем, это сонный канал, каналис коротикус. Как видно из названия, через этот канал проходит внутренняя сонная артерия. Но почему она сонная? Дело в том, что если с двух сторон перекрыть эту артерию, то человек потеряет сознание или уснет, так как эта артерия кровоснабжает основную часть мозга. Этим методом активно пользуются дзюдоисты, бойцы ММА и другие виды спорта. Сонный канал начинается с нижней поверхности пирамиды, если быть точнее с наружного сонного отверстия, foramen, caroticum, externum. И если мы с нижней стороны посмотрим на височную кость, то мы сможем увидеть этот канал. Выходное отверстие сонного канала располагается на переднем краю пирамиды височной кости и называется внутреннее сонное отверстие, foramen caroticum internum. Сонная артерия выходит через этот канал и по борозде клиновидной кости, sulcus caroticus, поднимается вверх. Как мы уже поняли из названия, через этот канал проходит внутренняя сонная артерия, arteria caroticus interna. Второй канал, который проходит через височную кость, это сонно-барабанный каналец, каналик или carotica timpani. В чем отличие канала от канальца? Каналец по размеру намного меньше канала, и в нашем случае сонно-барабанный каналец намного меньше сонного канала. И чтобы хорошо представить начало канальца, я уменьшаю прозрачность нашего 3D модели. Теперь мы можем видеть структуру, которая проходит через этот каналец. Как вы видите, вокруг сонной артерии располагается симпатическое нервное сплетение. И это сплетение отдает свои ветви на барабанную полость. Значит, начало сонно-барабанного канальца находится в сонном канале, а конец барабанной полости. И через этот канал проходят симпатические нервы. Следующий канал внутри височной кости – это лицевой канал – каналис facialis. Как видно из названия, через этот канал проходит седьмой черепно-мозговой нерв – нервус facialis. Лицевой канал начинается с внутреннего слухового отверстия – миатус акустикус интернус, который располагается на задней поверхности пирамиды височной кости. Наружное отверстие канала находится между сосцевидным отростком – процессус мастейдеус и щиловидным отростком – процессус стилайдеус, и называется щилососцевидное отверстие – форамен стила мастейдеум. Через этот канал проходит лицевой нерв. В строении лицевого канала, его коленки мы более подробно разберем, когда будем говорить о лицевом нерве. А сейчас нам достаточно знать вход и выход лицевого канала. Идем дальше. Очередной канал, который проходит через височную кость – это канал барабанной струны – каналикус хорда тимпани. Каналикус хорда тимпани непосредственно связан с лицевым каналом, так как начинается в просвете лицевого канала, если быть точнее, чуть выше выхода. Этот канал открывается в щель, которая находится между барабанной и сосцевидной частью височной кости – фиссура петро тимпаника. Через этот канал проходит ветвь лицевого нерва – нерв барабанной струны – нервус хорда тимпани. Пятый по счету канал височной кости – это мышечно-трубный канал – канализ мускуля тубариус. Этот канал, в отличие от других каналов, состоит из двух полуканальцев, которые находятся друг над другом. Сверху располагается мышечный канал, а снизу – трубочный, как две половинки единого целого. Начало канала располагается на переднем краю пирамиды височной кости, рядом с сонным каналом. Их отделяет всего лишь тонкая костная пластинка. Мышечно-трубный канал открывается в барабанную полость. Итак, давайте вкрасце рассмотрим эти два полуканала и начнем с мышечного. Через мышечный канал у нас проходит мышца, напрягающая барабанную перепонку. Она прикрепляется к рукоятке молотка барабанной полости и участвует в изменении упругости или натяжении барабанной перепонки. Это имеет защитную функцию, так как если упругость барабанной перепонки не меняется при слишком громких звуках, то она может разорваться. Как, например, при взрыве. Трубный канал является продолжением Евстахиевого канала, который соединяет носоглотку с средним ухом. Этот канал участвует при регуляции давления внутри барабанной полости. Например, когда вы поднимаетесь в горы, из-за быстрого смены давления окружающей среды у вас появляется шум в ушах, но через Евстахиевый канал разница давления быстро нормализуется и шум исчезает. Следующий канал височной кости – это сосцевидный канал каналис мастаидеус. Этот канал начинается в еремной ямке фоссе югулярис, которая находится на нижней поверхности височной кости, и заканчивается барабанно-сосцевидной щелью фиссура тимпаника мастаидея на наружной поверхности височной кости. Через этот канал проходит ушная ветвь рамус аурикулярис блуждающего нерва. При этом блуждающий нерв перед выходом из черепа отдает ушную ветвь в область еремного отверстия форамин югуляри. Эта ветвь заходит через еремную ямку, направляется латерально и выходит через фиссуры тимпаника мастаидея и идет к ушам. И самый последний канал по списку, но не по важности – это барабанный каналис каналикус тимпаникус. Каналикус тимпаникус начинается на дне каменистой ямочки фоссуля петроза. Эта ямочка находится между наружным сонным отверстием и еремной ямочкой. Этот канал открывается в щель малого каменистого нерва хиатус нерви петрозии минорис, который находится на передней поверхности пирамиды височной кости. Через этот канал проходит ветвь языкоглоточного нерва – барабанный нерв – нервус тимпаникус. В барабанной полости этот нерв переименуется на малый каменистый нерв и выходит через вышеупомянутую щель. Таким образом, сегодня мы вкрасце разобрали каналы височной кости. Надеюсь, после нашего видеоурока вы намного лучше представили эти каналы. Если видео вам понравилось, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Также делимся с друзьями этим видео. Всем большое спасибо и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok